Состоялось очередное 25-е заседание Совета депутатов. Повестка дня была насыщенной и касалась самых разных сфер жизнедеятельности города. Один из пунктов об утверждении правил присвоения изменения аннулирования адресов объектов адресации Салавата. Проект решения подготовлен, чтобы установить единые правила. Данные правила были направлены как типовые из государственного газонного учреждения информационно-аналитический центр для принятия на муниципальном уровне с учетом всех норм доработок. Также в связи с сжатыми сроками выполнения данной муниципальной услуги в новой редакции правил вносим изменения в части определения полномочий по присвоению аннулирования адресов отдела архитектуры и градостроительства. Также был рассмотрен и принят проект решения Совета о ходе выполнения муниципальной программы управления финансами и муниципальным долгом городского округа. Отметим, что все 12 целевых индикаторов программы выполнены. Она признана эффективной. Муниципальный долг оставался на экономически безопасном уровне. Реализация мероприятий и программы направлена на достижение установленных целей. Это обеспечение темпов роста налоговых и неналоговых доходов, обеспечение качества управления муниципальными финансами, обеспечение уровня долговой нагрузки в пределах 30% доходов бюджета без учета безвозвестных вступлений. О транспортном развитии города доложил заместитель главы администрации Тимур Хафизов. Так, в Салавате организовано 18 маршрутов – 8 регулярных, 7 сезонных и 3 выполняемых электротранспортом. Трамвай, как общественный транспорт, является социально ориентированным. Перспектива развития трамвайного движения – это строительство новых трамвайных линий, которые охватят юго-восточную часть города. В прошлом году за счет бюджетных средств началось проектирование линии по улице Ленинградской. Обновление состава предприятия «Башавтотранс», начатое по инициативе главы Башкортостана Радия Хабирова, значительно оптимизировало работу салаватского филиала, отмечалось в докладе. С 2019 года пополнилось автобусами различного класса городского и международного исполнения «Башавтотранс» на 38 единиц современной автобусе, отвечающей всем транспортной безопасности и качеством перевозки. В целях поддержки граждан, занимающихся доводством и огородничеством, ежегодно отделом строительства транспорта и слези администрации заключается муниципальный контракт на перевозку пассажиров до садовых товарищей. О том, как реализуется в Салавате национальный проект образования, рассказала начальник управления образования городской администрации Марина Вишева. Так, в рамках нацпроекта ведется работа. Региональным проектом «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого ребенка». Проект «Цифровая образовательная среда» позволил обеспечить многие школы современным цифровым оборудованием. В 2019 году приобретено оборудование на сумму свыше 2 млн. рублей для школы 18. В 2021 году получен и поставлен баланс оборудования на сумму свыше, ну даже около, можно сказать, 11 млн. рублей. Это 6 общеобразовательных организаций, гимназии 25, гимназии 2, лицей 8, лицей 1, школа 21, школа 24. В 2022 году поставлено на баланс оборудование на сумму 6 230 рублей для этих же организаций. Ведется и подготовка открытия Центра цифрового образования детей «АйТи-клуб» на базе 25-й гимназии. А в рамках проекта «Современная школа» готовится создание технопарка «Кванториум» на базе гимназии номер 1. В четвертой же школе уже функционирует «АйТи-класс». 520 дополнительных мест дополнительного образования детей появилось благодаря проекту «Успех каждого ребенка». Также на сессии был представлен отчет о готовности школ к введению обновленных государственных образовательных стандартов. О деталях реализации муниципальной программы «Национально-культурное развитие» в городе рассказал Сергей Филатов, начальник отдела культуры. Отметим, что в проектах и конкурсах республиканского и всероссийского уровней приняло участие более 25 коллективов. Более тысячи участников стали дипломантами и лауреатами различных конкурсов. Мастера прикладного творчества также принимают самое активное участие в форумах и мероприятиях межрегионального, регионального уровня, таких как конкурс башкирского войлока, где занимают призовые места. Наши национальные коллективы становятся победителями и лауреатами таких фестивалей, как «Славяне 21 века», «Салам», «Казачий спас». Приятной частью заседания стало награждение депутатов, которые на регулярной основе оказывают поддержку в развитии образовательной и культурной отраслей города. С подробной информацией по всем пунктам повестки дня можно ознакомиться на сайте Совета городского округа в разделе «Решения». Зульфия Сургулова, Иван Тауров, телекомпания «Салават».